Уважаемые ветераны, делегаты съезда, гости! Мне, конечно, где-то неловко выступать перед такими известными и заслуженными людьми, как вы, и просить вашего внимания. Но хочу сказать, что горжусь тем, что у меня есть сегодня такая возможность. Спасибо вам за это. Спасибо вам, что в свое время, когда вы были молоды, защитили нашу Родину. Под руководством великого Владислава Ардзенба освободили ее от войск Госсовета Грузии. Сегодня у Аруа юбилей, 15 лет. И я от всей души поздравляю вас с этой датой. Я родился после войны и не знаю, не понимаю, как это быть колонией другого государства. Быть на своей родине человеком второго сорта, как это видел и чувствовал мой отец. Родные и вы старшие. Так как я вырос в свободной стране, и это благодаря вам и тем, кто отдал свое дорогое, свою жизнь за нашу независимость. Но и сегодня, к сожалению, реваншистские настроения в Грузии процветают. Их армия хорошо финансируется, хорошо вооружена и в любое время может получить команду атаковать нашу Родину. Мы должны быть готовы защитить страну. У нас есть оружие, у меня есть оружие, есть боеприпасы на первое время. У нас есть опытные командиры, и мы готовы отдать свои жизни, но остановить нашего врага. Уважаемые наши старшие, нам нужен ваш опыт и поддержка. Мы надеемся на грамотное командование, что руководство Министерства обороны уже продумало основные мероприятия. Мы надеемся, что они подготовили основную линию обороны, создает все необходимые укрытия, строит зоты и блиндажи, совершенствует обучение личного состава. Это все они будут, надеюсь, будут они делать все необходимое для боевого слаживания. Не мне вас учить, мы готовы выполнять ваши четкие приказы и распоряжения. Мы солдаты своей Родины. Правда расстраиваешься, когда видишь несправедливость. Когда кто-то хочет украсть у государства, значит у народа финансовые средства. Когда слышишь, что на военных складах из-за беспечного отношения отсырылись снаряды и военные боятся их использовать. Мне не хочется в это верить, но, к сожалению, это так. Или когда томограф, подаренный бизнесменам и меценатами, называют мертвым и предлагают купить новый за десятки миллионов рублей. А в реальности его можно и отремонтировали за меньшие средства. Это что, непрофессионализм или коррупция? А в это время наши граждане умирали от ковида. Сколько их умерло? Сотни, может и более тысячи. А сколько из того, что наши медики-герои не могли поставить правильный диагноз, так как почти единственный томограф месяцами не работал. Прошу вас, не делайте то же самое с армией. Что тем, кто готов будет воевать и сражаться, не будет хватать боеприпасов, отсырывших на складах. Сегодня я не могу доверять такому правительству, которое из-за некомпетентных решений ввергло страну в жесточайший системный энергетический кризис. И сегодня, вместо того, чтобы установить приборы учета, приняли решение более чем на 100% повысить тариф. Это что, выход? У нас нет центрального отопления, нет газа. Только было дешевое электричество, за счет которого держался народ. Теперь его делайте дорогим. Надеюсь, что начнут ее экономить. Но скажите, как без новых приборов учета это можно контролировать? Ответ – никак. Парламент прошлого созыва выделял правительству 100 миллионов на приобретение и установку приборов учета. Правительство просило – дайте на линию очигвара, на текущие расходы. Ни новой линии нет, ни приборов учета. Как можно так обманывать свой народ? Не можете работать – уходите. Я не говорю назначайте оппозиционеров. Ради Бога назначайте своих сторонников, но более эффективных профессионалов. Созданный вами бардак невозможно терпеть. Правительство говорит нам, что топливо мы не производим. Цена формируется в России. Хорошо, поверим вам на слово. А цена на проезд в Рыцинский заповедник тоже формируется в России. Я не говорю, почему подняли цену. Сейчас на все цена поднимается. Я говорю, вам не хватало бы поднять с 350 до 500 рублей. Почему сразу на 100%? Отдыхающие в прошлом году приезжали, транспорт был дешевле. Везд в ущелье был дешевле. Сейчас цена на транспорт поднялась из-за топлива. Вездной билет на 100%. И отдыхающие отказываются от таких дорогих экскурсий. Это вы так просчитываете в правительстве. Очень плохо вы считаете в Министерстве экономики. Зато свои деньги вы считаете очень хорошо. Поэтому государственные учреждения теперь закупают топливо. В основном на заправках подорожник. Я думаю, такая компания, как Обснуойл, которой депутаты прошлого созыва называли рога и копыта, в которой имена учредителей спрятаны в офшорных зонах, не должна осуществлять деятельность, пока она не станет прозрачной. Обращаюсь к депутатам парламента взять пример с российских коллег и принять закон, по которому юридическое лицо не может быть учредителем более одной дочерной компании. Цель всего этого прозрачность – видеть реальные физические лица, кто учредили ту или иную структуру. Может, в учредителях наши враги, вы знаете? У нас говорят налог на прибыль 18%, но я слышу от друзей бизнесменов, что заплатив все налоги, в том числе и на прибыль, они должны платить опять подоходный налог и только после этого могут распределить заработанные. Это разве законно и правильно? И сколько противоречий в наших законах в экономической и налоговых областях? И этим некоторые очень хорошо пользуются. Удобно, куда повернул, туда и вышло, как в известной поговорке. И заканчивая свое выступление, скажу, надо вернуть доверие людей государству, надо обсудить широко вопросы, которые годами не решаются, и вынести их на референдум. Спасибо вам всем большое.